Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. С мужем живем полтора года вместе и с дочей, пять месяцев. После каждой ссоры муж собирает все вещи и уезжает к маме. На следующий день звонит, извиняется и просит вернуться обратно домой. Так было уже пять-шесть раз, с периодичностью в полтора-два месяца. Вчера забрал снова свои вещи, но принимать обратно я его морально не могу, так как вчера она говорила с горячей или нет, много гадостей. Как выйти из таких отношений и возможно ли сохранить семью? Но предполагаю, что здесь вы имеете в виду выйти из такого рода деструктивных отношений. Вот, я полагаю. Так, об этом, я думаю, идет в данном случае речь, потому что если нет, то действительно вопросы выглядят несколько взаимоисключающими. Но я думаю, что все-таки речь идет именно об этом. Смотрите, вы говорите, что вы ссоритесь, муж собирает вещи и уезжает, потом извиняется. В первую очередь, причина ссор, необходимо, ну, необходимо прояснить причину ссор, сначала. Потому что это момент, ну, в данном случае ключевой. А вот, то есть из-за чего ссоритесь? Второе. Ну, второй аспект. Какой вклад вы вносите в, скажем так, конфликт? То есть, ссора, возможно, в том числе и благодаря вам. Если бы вы как-то ссору не поддерживали, то ее бы не было. Я вас ни в коем случае не обвиняю, я просто говорю об этом, что важны причины. Без понимания причин ссоры вряд ли можно здесь о чем-то говорить. То есть, ссоры не возникают случайно, ссоры не возникают на ровном месте. Вот, у ссоры есть всегда основания, у ссоры есть всегда причины. И это следствие определенных, конечно же, конфликтов между, например, вами и вашим мужем. Поэтому... Поэтому на данный момент причина ссоры важна. Следующее, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Поскольку муж уезжает, как вы говорите, к своей маме, то есть, иными словами, здесь мы, получается, наблюдаем регрессию до детского состояния, эго-состояния, то им можно предположить, что, по-видимому, вы в отношениях ведете себя с ним, как мама. И... соответственно, человеку это не нравится. Человек уходит от этого. Мама же с ним ведет себя, как другая, другая мама. Вероятно, не строгая. Не требовательная. То есть, вам нужно, в данном случае, изменить свой подход. Коммуникация. Вот. Ну, собственно, тот факт, что вы ссоры сейчас, конечно, уже как-то говорит о том, что в коммуникации у вас не всё гладкое, и... корректировать... корректировать нужно, в первую очередь, данный момент. То есть... корректировать нужно то, как вы общаетесь, то, как вы взаимодействуете, то, как вы... ну, обсуждаете какие-то важные вещи, какие-то важные детали. Вот. Также, обратить внимание нужно на то, что вас объединяет и связывает, то есть, ну, что между вами и вашим мужем общего. И вот ещё какой момент. Вы говорите о том, что у вас есть дочь, соответственно, муж вынужден быть родителем для дочери. Вот. Вполне вероятно, что его это тоже тяготит, от чего он тоже уходит к маме, чтобы побыть ребёнком. То есть, человеком, который, ну, грубо говоря, не за что не отвечает. Вот. Это не то, чтобы очень плохо. То есть, вы вот поймите, да, что ну, в этом нет, в этом нет ничего плохого. в том, что ну, что ваш муж хочет побыть ребёнком. Важнее другое. Важнее то, как он к этому приходит, да? Вот. Ну, я бы, конечно, рекомендовал вам изучить, так скажем, психологическую игру, скандал, скандал. Вот. То есть, я бы, я бы рекомендовал вам её поисследовать. потому, что люди ссорятся, когда есть определённые сложности с сближением. То есть, когда человеку по той или иной причине страшно сближаться, вот, когда нет доверия, невозможно проявлять свои чувства и как следствие не говорить. Вот. Здесь есть такой вот в данном случае деструктивный аспект. на который, конечно же, нужно обратить, обратить внимание. Вам. Вот. Что здесь смущает? ну, вот, лично меня. Ну, лично меня смущает то, что вы не рассматриваете как бы свое участие и свой вклад. в конфликт. Вот. То есть, ну, совершенно очевидно, что он существует. и совершенно очевидно, что он, ну, скажем так, оказывает какое-то влияние. Вот. И вот, на мой взгляд, как раз нужно это как бы поисследовать. Вот вы говорите, я не могу его ну, принимать назад уже. В тот же момент как будто вас кто-то заставляет это делать. Как будто вас кто-то заставляет принимать его. Вот. То есть, очевидно, что вероятно, вы здесь это делаете сами. То есть, очевидно, что вероятно, вы сами вынуждаете как-то себя терпеть какие-то его скажем так выходки. Терпеть какие-то его действия, которые вам, ну, вот по той или иной причине не поращат. Вот. То есть, вы себя по факту как-то мучает, мучает, мучает естественно. И на мой взгляд это очень важный момент, очень важный детал. Это очень важный детал. почему? Потому что если вы себя заставляете делать что-то, что вам не нравится, например, то понятно, что ничего хорошего из этого не получится и ничего хорошего из этого, в принципе, не выйдет. Поэтому ваша задача определиться с вашей позицией. ну и конечно выслушать своего мужа. Вот. Дальше. Мне показалось, что его высказывание в ваш адрес вы воспринимаете что называется слишком близко к сердцу. вас это задевает. Вот тот же момент. Давайте посмотрим на то, как и чем вас вызывает его высказывание. Отдаете ли вы себе, например, отчет, что и его тоже может что-то вызывать? Или нет? То есть уверены ли вы иными словами в том, что слышите своего мужа? Вот. вот. Дальше. На мой взгляд необходимо поработать с ожиданиями. То есть у меня сложилось, например, такое впечатление, что вы после каждой ссоры как будто ждете, что ваш муж изменится и будет вести себя по-другому. Иначе. Очень важно обратить внимание на то, с чем связаны такого рода ожидания. Дальше. вы говорите о том, что вот вы поссорились, потом он решил вернуться и там ну у вас, например, все как бы начинается заново. Вопрос. а как происходит как происходит примирение. Понимаете, да? То есть как происходит примирение, как происходит этот вот момент, что вы решаете проблему. то есть как это происходит. Как именно вы решаете те проблемы, которые вот у вас ну к примеру есть или к примеру имеет место быть. То есть если вы как-то миритесь, то важно понимать, что конкретно каждый из этого делает. Сейчас лично мне это непонятно. не ясно как именно происходит между вами примирение и каким решением вы допустим приходите. вот ну если вообще приходится то есть договариваетесь ли вы о чем-то решаете ли вы что-то или что-то нет или вот собственно то это остается ну в таком вот формате да просто ну просто вот поговорили и как бы я и просто поговорили и я просто надеюсь что теперь все будет иначе вот ну нет так не так не бывает вот все само собой к сожалению не решается вот это тоже очень важно понимать в заключении хочется спросить у вас о том как в целом вы относитесь сейчас к своему мужу то есть как вы его видите а что он что он ну скажем так скажем так как для вас сейчас представлял вот то есть воспринимаете ли вы его какие у вас к нему чувства если они эти чувства конечно есть вот какого рода эти чувства ну и так далее на все эти вещи на все эти вопросы необходимо найти ответ чем качественнее и лучше вы проделаете эту работу тем лучше будет для вас хочется отдельно это отметить вот в принципе и все а что еще пожалуй немножко смущает смущает то что вы хотите сохранить семью при этом на мой взгляд идя в обход личности вашего супруга чего делать на мой взгляд нельзя то есть важно не сохранять как вы говорите семью но важно налаживать отношения с мужем как с человеком именно как с человеком который является вашим ну скажем так партнер который есть ваш партнер и для этого вам необходимо начать его слушать но это сложно сделать я с вами согласен это сделать очень сложнее если допустим вас задевает что-то в его словах понимаете да то есть если какие-то слова его задевают то конечно очень 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 сложно его слышать его слушать здесь я вас прекрасно понимал и потому так важно ограничить то что говорит он возможно худо бедно но он говорит про себя про то что беспокоит и тревожит может быть мучает его и то что происходит с вами то есть как вы к этому относитесь как вы это воспринимаете и так далее вот потому что это не а не одно и то вот то есть то есть ну как бы вещи это конечно же ра 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 и очень хочу чтобы вы этот момент тоже учитывали очень хочу чтобы вы на этом как бы тоже фиксировались фиксировались в целом если мы говорим о гармонизации отношений то лучше всего это делать с помощью психолога с помощью специалистов чтобы знать вашу историю историю ваших отношений чтобы получить представление о том какие проблемы есть у вас у него и так далее сейчас это очень мало информации вот для полноценной работы удачи вам всего самого доброго буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать над собой работу то 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 бой забол попытаться вы надо сделать Deck ende